Я представлю вам решение задачи с практическим содержанием из ОГЭ, варианта теплиза. Приступим к условиям задачи. Алексей Вячеславович решил построить на дачном участке теплицу длиной 5,4 метра. Вот наша гляда. Для этого он сделал прямоугольный фундамент. Если посмотрим под низ теплицы, мы видим прямоугольник. Для каркаса теплицы Алексей Вячеславович заказал ботанические дубы в форме полуокружности, длиной 5,5 метров каждая, типа 5,5 метров. И так далее. Отделя требуется купить пленку для передней и задней стенки теплицы. Вот передняя. Задняя точно такая же, потому что она у нас тоже не празднула дальше. В передней стенке теплицы планируется вход. Показаны на рисунке прямоугольником В. В, В1, С1, С. Где точки ВО и С, где ряд отрезок на АД, 4 равные части. АВ, ВО, ОС, СД. Они между собой равны. Внутри теплицы Алексей Вячеславович планирует сделать и вятку под вне теплицы. Одну центральную широкую вятку и две узкие вятки по краям. Между вятками будут дорожки шириной 60 см, для которых необходимо купить тротуарный вид по размерам 20-20 см. Покажем это на рисунке. Нарисуем первую руку. Сделаем шокую вятку. И узкие по краям. Нам сказано, что у нас дорожки шириной 60 см. Укажем это. И вторая точка такая. Нам еще сказано, что у нас плитка размером 20-20 см. Тоже укажем это на рисунке. Переходим к первому заданию. Какое наименьшее количество дуг нужно заказать, чтобы разделение между соседними дугами было не более 50 см. Для этого необходимо длину теплицы разделить на 50 см. Это мы все укажем на место. Так как у нас длина 5,4 м, переводим ее в сантиметр. Потом нужно 5,4 м, переводим ее в сантиметр. Поделить на 50 см. Так как у нас не хватает. Поделить на 100 см. Далее. Здесь мы возьмем по 8. Количество дуг у нас не может быть не целым числом, поэтому берем 11. Ну так, когда при счете не начали считать, мы не посчитали вот эту первую группу. Поэтому мы плюсуем сюда еще плюс один. Кого у нас 12? Первый ответ у нас в первом задании у нас будет ответ 12. Переходим по второму заданию. Сколько упаковок литвей необходимо купить для дорожек между рядками? Она подается в упаковках по 10 штук. Для этого необходимо найти площадь дорожек. Чтобы найти площадь дорожек, нам нужно. Вот так было с 2 дорожки, мы умножаем 2. Умножаем на 0,6. 0,6. Потом умножаем на 5,4. Вот это у нас будет 6,48 метров. Нам нужно следующее действие найти площадь плитки. Чтобы найти площадь плитки, нам нужно 20 сантиметров, 20 метров. Площадь плитки. Площадь плитки. Нам нужно умножить 0,2. На 0,2. А так будет 0,4. А так будет 0,4 метров в квадрате. Находим количество плиток. Для этого нам нужно площадь дорожек разделить на площадь плиток. То есть 6,48. Мы делим 0,4. Будет 162 штуки. Нам нужно найти количество упаковок. Чтобы найти количество упаковок, нам нужно 162 штуки разделить на 10. Так как у нас в упаковке по 10 штук. Это будет равном 16,5. Но так как у нас не может быть 16,5 упаковок, мы берем 17. И ответ правого знания по 17. Приходим к третьему узайну. Дадите ширину теплицы. Ответ на эти метры с точки зрения 10. Ширина теплицы – это у нас отрезок АД. В него входит отрезок АО и ОД. Это радуус. Нам нужно найти радиус. Чтобы найти радиус, мы будем его искать по формуле длины окружности. Формула длины окружности равна С равно 2ПР. Но так как у нас полу окружность, мы будем брать ПР равно 5,5. Из этого Пи равно 3,14. Что нужно сделать? Нам нужно R равно 5,5 поделить на 3,14. Убираем зубы. Тут на 2 числа, тут на 2 числа. Значит, добавляем 0. Видно, что можно взять по одному. Берем по одному. Мы читаем, так как у нас число, 6. Вот это мы взяли. 3, 2, 3, 2. 236. Видим, что нам не хватает. Ставим сюда запятую, добавляем 0. Возьмем, думаю, это по 7. Это будет 2,168. Почитаем, 2, 2, 6, 3, 2, 1, все. 162. Потом добавляем еще 0, потому что нам не хватает. И нам надо взять по 5. Это будет 1570. Дальше нам сделать не нужно, потому что нам сказано в третьем задании, что нужно для десяток. А круглить. Это будет 1,8. Чтобы получить точный ответ, нам нужно еще умножить на 2. Это будет 3,6. В третьем мы запишем третье задание. Ответ 3,6. Для этого нам нужно найти ширину грядок без дорог. Для этого от ширины теплицы отнимем ширину дорог. То есть нам нужно 360 см минус 120 см равно 240 см. Из отношений 4 к 3 обозначим 4х центральная грядка, 3х узкая грядка. Составим уравнение. 3х. 3х плюс 3х плюс 4х равно 240 см. Складываем все иксы. 10х равно 240 см. 24х делим на то, что перед иксом. x равен 24. И нам нужно x, то есть 24, умножить на 4. 96. Наш ответ в голову 96. Ну так как нам в задачах сказано, что результат надо отблить до десятков, значит мы всегда делаем десятки. Десятки на сколько? То есть нам нужно добавить еще один десяток. То есть это будет 100. Ответ в четвертом. 100. Переходим к пятому заданию. Дайменька. Найдите высоту входа в тепле. Ответ дайте сантиметром 160 до целых. Если мы проведем отрезок B1O, то получим треугольник и треугольник B1O. Где катет ВВ1 высота входа в теплицу Катет ВО половина радиуса А гипотенуза ВВ1О Радиус Изобразим это на рисунке Обозначаем Это половина радиуса А это нам нужно найти Х По теоремке фагора Квадрат гипотенуза равен сумме квадрата в 5 Запишем Р квадрат Равен Х квадрат Плюс Р Делаем на 2 И все это в квадрате Х квадрат Равен Р квадрат Минус Р Делаем на 2 И все это в квадрате Х квадрат Равно Р квадрат Делить на 1 Минус Р квадрат Делаем на 4 Х квадрат Равно 3р квадрат 3р квадрат Делаем на 4 Точка с пятой Делаем на 4 Коин из трех Подразумевается 1,7 А радиус 1,8 Отсюда следует 1,7 Умножаем на 1,8 Делим все на 2 1,8 1,8 1,8 И двойка сокращается 1,9 Примножаем 1,7 На 0,9 1,53 Это у нас в метрах Ну так как нам в пятом ожидании сказано Ответ дайте в сантиметрах с точностью до целых Переводим 1,53 Метра в сантиметр Получается Ответ в пятом 153 Сантиметр